Десногорцы отметили День России. Сотрудники ОМВД на молодежном форуме. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области запустили первую в России круглосуточную горячую линию по вопросам здравоохранения. Телефон многоканальный 8 800 250 68 77. Звонок бесплатный. Дежурят на горячей линии врачи члены врачебной палаты. Наша область, по мнению иностранцев, входит в топ-15 самых привлекательных регионов России для инвестиций. А в первую пятерку вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Калужская область и Ульяновская. На плановом оперативном совещании глава муниципального образования Вячеслав Седунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. До конца июня предприятия и организации Десногорска должны представить в администрацию кандидатуры своих лучших работников для размещения их фото на городской доске почета. Остается всего-навсего полмесяца, 14 число. А в соответствии с положением до 1 июля, когда тази принимаются, только три организации из 12 возможных мест. В медсанчасть 135 принят на работу врач-анестезиолог-реаниматолог. В июле ожидается приезд еще двух таких же специалистов. В настоящее время продолжается подготовка объектов города к работе в осенне-зимний период. Все работы выполняются по графику, срывов нет. Также продолжается прием заявок на конкурс «Мой двор». Вся информация размещена на сайте администрации, отдельная закладочка сделана. Также на все вопросы готовы ответить я и мои коллеги в комитете. 22 июня в 4 часа утра на Кургане Славы пройдет акция «Зажги свечу памяти». А днем с 11 до 12 планируется возложение цветов и венков в свободном режиме. На дорогах Смоленщина началось внедрение аппаратно-программного комплекса «Риф». Он предназначен для измерения скорости движения транспортных средств путем вычисления времени, за которое они преодолели расстояние между установленными регистраторами. Специалисты Россельхознадзора не пропустили на территорию России просроченную белорусскую говядину. Груз весом более 4,5 тонн следовал в Москву и сопровождался сертификатом Белорусской госветслужбы. Однако дата выработки продукции, указанная на маркировке, не соответствовала дате, указанной в сертификате. По этим причинам продукция возвращена отправителю. В Десногорске запущен в работу социальный проект «Старшее поколение». Организаторами выступили Общественный совет госкорпорации «Росатом», Смоленская АЭС и администрация нашего города. План проведения мероприятий по проекту предусматривает встречи ветеранов предприятий, стройки, образования, культуры и спорта неработающих пенсионеров с молодыми работниками. Так, 7 июня в Доме детского творчества собрались ветераны и пенсионеры образовательных учреждений нашего города. На встречу пришли учителя трех школ и педагоги Дома творчества. Цель таких встреч в непринужденной обстановке – поддержать общение старшего поколения с молодой сменой. «Старшее поколение – это не просто возраст, это опыт, это наставничество, это желание быть полезным. И сегодня мы говорим вам большое спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами, за то, что вы сделали для нашего любимого города Беснокос». За чайными столами педагоги со стажем делились воспоминаниями прошлых лет. Рассказывали, как они приехали в наш город, каким он был тогда. Вспоминали первомайские демонстрации и вербные веточки с шарами, школьные вечера и КВНы, педсоветы до полуночи и горы тетрадок на проверку каждый день. И все понимали, что несмотря на возраст, наши пенсионеры остаются активными гражданами и не перестают переживать за свой город. Сердце учителя – это навсегда. Школа не отпускает. И поэтому, конечно, сколько бы ни было лет, хочется встретиться с коллегами, поговорить и с молодыми, и пожилыми. И вот такой проект дает возможность нам вот этих встреч. И, конечно, все понимают, что такие проекты необходимы как ветеранам, так и молодежи. Этот проект нужен и ветеранам, и молодежи в основном, чтобы могли взять что-то от нас, а мы могли им помочь в дальнейшей работе. Концертные номера детских творческих коллективов создавали праздничную атмосферу в зале. Это первые встречи ветеранов и молодежи. До завершения проекта они пройдут на многих предприятиях города. Рославская районная больница отмечает солидный юбилей – 135-летие. С этим событием рославских медиков поздравила заместитель губернатора Ольга Окунева, подчеркнув, что Рославская больница – одно из лучших учреждений здравоохранения в нашем регионе. По области в мае выявлено 33 новых случая ВИЧ-инфекции. Инфицированными оказались 18 мужчин и 15 женщин в возрасте от 19 до 55 лет. Один случай заражения зарегистрирован в Десногорске. В День России в центре Смоленска развернули громадный триколор и все вместе исполнили гимн. О том, как этот важный праздник отметили десногорцы, смотрите в нашем следующем сюжете. Жители нашего города приняли активное участие в акции «Российская ленточка». Почувствовать себя причастным к государственному празднику, ощутить сплоченность и единение изъявили желания все гости праздника. Ленточку, символизирующую флаг России, раздавали волонтеры молодежного центра. На празднике под звуки гимна специалистом отдела ЗАГС был зарегистрирован маленький житель нашего города. 27 мая 2016 года в семье Егеревых родился сын Артем. Отныне в нашем городе и в нашей стране есть ее новый гражданин – Егерев Артем Алексеевич. В торжественной обстановке два юных жителя Десногорска, ученик первой школы Николай Глушенков и ученица четвертой школы Полина Асахань получили паспорта граждан России. Глава муниципального образования Вячеслав Сидунков поздравил с юбилеем Нину Васильевну Попову, вручил ей благодарственное письмо и цветы. Ветеран педагогического труда, она взрастила здесь целое поколение, которое сегодня у нас участвует в системе образования города, а значит заложило, пожалуй, целый такой, наверное, на два-три поколения потенциал новых десногорцев, новых россиян, которые движутся в совершенно правильном направлении. В праздничном концерте, посвященном Дню России, приняли участие творческие коллективы городского центра досуга. Криминальные новости. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который сел за руль, будучи лишенным прав. В отношении жителя Демидова 1978 года рождения возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления на срок до трех лет. На Десногорском водохранилище задержаны жители соседнего региона, которые ловили рыбу сетями. Сумма причиненного ущерба составила более 16 тысяч рублей. У мужчин изъяли 170 метров сети, моторную лодку и 9,5 килограммов рыбы различных пород. Работа с молодежью была и всегда будет одним из самых важных направлений в деятельности областного УМВД. Поэтому доброй традицией во время проведения форума стали встречи активистов молодежного форума «Смола» с полицейскими. В этом году сотрудники УМВД России по Смоленской области в очередной раз посетили молодежный лагерь. В начале встречи полковник внутренней службы Олег Шкаликов выступил перед участниками форума. Он рассказал о работе полиции области и охотно ответил на вопросы. Молодежь остро интересовалась проблемами с незаконным оборотом наркотиков, изготовлением и распространением контрафактного алкоголя, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, а также отсутствием контроля со стороны правоохранительных органов за подростками в ночное время. Полковник ответил на все вопросы. Очень важно для нас, поверьте, ваше мнение о работе полиции, потому что работа полиции на сегодня призвана обеспечить безопасность граждан. Мы работаем для людей. Активистам «Смолы-2016» сотрудники полиции прочитали лекцию и показали учебный фильм. Особенно интересным были демонстрации практических навыков полицейских. Выставка специализированной техники позволила каждому желающему посидеть за рулем БТР или бронированного тигра. Сотрудники СОБР и ОМОН продемонстрировали настоящее боевое оружие. Эксперт-криминалист практически показал, как снимают отпечатки пальцев. Полицейские кинологи устроили показательное выступление дрессировки собак. Они наглядными примерами показывали, как их питомцы помогают им задерживать нарушителей общественного порядка, предотвратить угон машины и обезвредить вооруженного преступника. Участники форума остались в восторге от возможности так близко познакомиться с повседневной работой полицейских. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok